Давайте поговорим про копирование. Если мы хотим скопировать тензор, например, мы говорим y равняется x. Что же произойдет? Можно подумать, что у нас создастся отдельный тензор y, который будет в точности равен x. Но на самом деле происходит немножко не это. Допустим, мы вот сделали y равняется x, и после этого сказали, вот у y нулевой элемент будет равен 999. Раньше у нас там стояла единичка. И давайте распечатаем x и y. Если мы проделаем такую операцию, то мы видим странно. У нас и в x и в y первый элемент заменился на 999. Почему же так происходит? Дело в том, что данное копирование является shallow, то есть копированием по ссылке. У нас в реальности не происходит никакого копирования. Просто на объект в памяти x начинает ссылаться еще и переменная y. Если же мы хотим скопировать действительно объект в памяти, то нам нужно проделать некоторую другую операцию. Давайте воссоздадим наш элемент x. Скажем, что x снова равен тому тензору, да, от единички до 12. И теперь нам нужно вызвать метод clone. То есть мы склонируем x и присвоим результат переменной y. И теперь, если мы проделаем ту же самую операцию, мы у y нулевой элемент заменяем на 999 и распечатаем x и y, мы видим, что действительно копирование произошло честное. То есть у нас x не поменялся, а y поменялся. То есть если вы хотите копировать свои тензоры таким образом, чтобы память тензора копировалась, вам нужно вызывать метод clone. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...